здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала в этом ролике немного не совсем заточка более полный цикл и рассказ о бритве которую подарил мне хозяин фабрики тер и сар жиль ренивайтер ну вот здесь вы видели был пройден первый цикл значит это сведение опасной бритвы на тысячном водном камне значит далее я буду уже доводить до остроты на следующих камнях но вопрос и суть этого ролика в целом наверное я сведу больше потому что был потрясен красотой рукояти вот где в прозрачном акриле залиты части часового механизма достаточно интересное решение вообще на фабрике настоящий момент очень много таких новых вариантов дизайна рукояти вплоть до того что можно прислать свои фотографии или какие-то свои памятные небольшие изделия которые они зальют акрилом и это будет рукояти вашей бритвы но не думаю что данный сервис каждому доступен даже скорее всего почти никому не доступен вот значит ну как это все происходило собственно говоря после того мы посетили фабрику было предложено выпадать себе подарок то есть внешне то что мы хотим вот вопрос стал между старинной бритвы и бритвы с такой рукояти конечно я рискнул потому что такой вид изделий может пойти в массу здесь стать не таким ценным хотя это не факт вот вот я довожу на ремне сейчас бритва собственность оставляю ее пока на первое время себе вот она замечает надежда как и все бритвы из этой серии здесь мы видим опять волкобарон вот можно насладиться красотой этого изделия чувствуя когда я первый раз увидел у меня был культурный шок вот ну и далее для полноты картины я решил этой бритвы просто напросто побриться ну как все тееры неизменно высокое качество бритья качество исполнения зашкаливает ну здесь как всегда простота это залог успеха не надо усложнять себе жизнь баллон пену достал нанес на лицо и брейся ну напомню для тех кто не слышал мои указания конечно бриться опасной бритвой в один проход это уже для обывалок скажем так и для желающих я считаю что это более правильно сокращает очень сильно скорость время вот и не ухудшает качество бритья абсолютно и для того чтобы бриться против роста хорошо и качественно конечно необходимо сходить душ и после этого еще умыться теплой водой и не забывать процессе мытья подушим побольше теплой воды наносить именно на волосы бритье не забывайте что идет вдоль кожи без давления в отличие от станка и без всяких усилий и давление на кожу мы идем вдоль кожи с легким давлением на волосы не надо стремиться пробриться сразу до идеального состояния спокойно брейтесь лучше еще сделать пару лишних движений для более чистого бритья нежели давить и драть значит вот в районе броды когда вы идете против роста волоса лучше всего брить наискось вот примерно 45 градусов ну и опять в сто тысячный раз оговорюсь угол бритья по отношению к коже лица должен стремиться к 30 градусам при этом достигается самое комфортное и самое гладкое бритье движение должно быть не предплечьем а именно кистью в самых вот тонких таких местах где труднодоступно для сбривания лучше всего двигать пальцами дабы уменьшить силу давления и исключить вероятность ошибки и пореза вот уже такая тонкая настройка когда все побрит и остались маленькие-маленькие такие пенечки от бритья они ощутимы рукой можно провести и в этих местах просто легко пройтись опять без давления и усилия еще по разу особенно вот здесь в этом месте макушка у многих там волосы закручены в спираль трудно выбриваемое место вот такая красотка супер ну и как индикатор качественного бритья значит спиртовой лосьон практически не должен сжечь лицо то есть если спиртовой лосьон сжет лицо и у вас есть сильное покраснение значит пока что вы не добились и не достигли такого уровня при котором этого сжения нет и вам надо еще многому научиться ну и немного фотографий этой замечательной бритвы всем удачи приятного просмотра и 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